Подобный семинар с участием краевых министерств, труда и соцразвития, здравоохранения, образования, молодежной политики проходит в Сочи уже третий год подряд. Главная задача – обобщить весь имеющийся в регионе опыт реабилитации детей-инвалидов. Специалисты отметили, число детей с особенностями развития увеличивается, и этот рост связывают с улучшением качества диагностики. Крайне важно поставить правильный диагноз как можно раньше. Раннее выявление проблемы и своевременное оказание помощи может предотвратить даже установление инвалидности для ребенка. И медики говорят о том, что уже не только в перианатальном, но и в неанатальном периоде уже надо понимать, какая помощь нужна родившемуся ребенку. На Кубани проживают более 25 тысяч детей-инвалидов. По количеству государственных реабилитационных учреждений край занимает одну из лидирующих позиций. Это третье место после таких мегаполисов, как город Москва и Санкт-Петербург. В крае 33 учреждения, которые работают с инвалидами. Важно, отметили участники совещания, включать в процесс обучения и социальной адаптации детей и их родителей. Так, в Сочи, например, семьи, воспитывающие особенных ребят, объединяются в общественной организации. Таких в городе уже пять. Добавлю, что в Сочи сегодня 1887 детей-инвалидов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!